Сижу, смотрю новости. Ленинград на день рождения Ленина снегом замело. Челябинские леса горят, Воронежские цеха горят, Орск тонет, Тюмень тонет. Думаешь, что-то мне эти новости напоминают. Помимо анекдота про то, как самолет врезался в пояс, потому что машинист с пилотом засмотрелись на тонущий круизный лайнер. Так вот, стихи Роберта Фроста мне эти новости напоминают. По-английски очень короткие там буквально две астрофы. Ну давайте в моем вольном переводе, не поэтичном, звучит так. Кто-то говорит, Россия сгинет в огне, а кто-то говорит, она сгинет во льдах. Ну я предпочитаю, конечно, чтобы она сгорела, говорит Роберт Фрост. Хотя фамилия Фрост это как раз таки заморозок, да, по-русски. Ну хорошо. Я предпочитаю, чтобы она сгорела, но честно говоря, если ей суждено сгинуть дважды, то я думаю, знаю, достаточно ненависти. Во мне достаточно ненависти сказать, что лед тоже хорош для того, чтобы с ней покончили. Конечно, может, извиняюсь за свое английское произношение. Я самоучка, я не английский учил совосстательно. Ни в школе, ни в институте, ни в техникуме. Да, так вот, ну я думаю, он меня простит, Роберт Фрост, да, потому как мы с ним практически ровесники. Я 1974 года рождения, он 1874 года рождения.